Дом своей мечты за два дня. Сегодня это уже не фантастика, а вполне себе реальность. Экологичный, качественный и по доступной цене, который можно построить за выходные. За таким особняком будущее, говорит Игорь Мещенинов, региональный менеджер и сам живет в таких апартаментах. Да и преимуществ у дома без углов много. Низкие энергозатраты и всегда тепло. На сегодняшний день данная конструкция, она получается дешевле, чем любой другой каркасный дом на территории России. То есть это сухой лес северный, это лазерное оборудование, все детали идеально друг к другу подходят. И самое главное, это простая самостоятельная сборка. От такого разнообразия строительных отделочных материалов разбегаются глаза. На 20 тысячах квадратных метров представлены самые последние разработки и новинки строительной отрасли. От отделки и ремонта квартир до возведения зданий и сооружений, включая озеленение и благоустройство территорий. На одну из самых масштабных выставок в Краснодаре съехались представители 350 компаний из России, Белоруссии, Германии, Греции, Италии, Турции и Японии. Конкуренция высоко отмечает глава региона Вениамин Кондратьев и сразу интересуется у производителей, есть ли спрос на товар. Как вы в целом оцениваете сегодня рынок сбыта для себя? То есть это естественные процессы, где вы чуть падаете, поднимаетесь или искусственно кем-то как бы регулируемые? Это естественный процесс. Это мне очень важно. Потому что экономика прыгает то вверх, то вниз, поэтому и люди в зависимости от нее покупают больше либо меньше. Все, не более. Сильнейшего на рынке должен определять рынок, а не правила игры, которые подчас чиновниками вырабатываются. Для меня это принципиально. А у нас порой тендерные условия прописываются под определенных поставщиков и можно перечислять очень многое. А это уже нечестная игра на рынке, неправильно. На выставке много предложений от местных кубанских производителей. Это неудивительно. Сегодня строительная отрасль региона стремительно развивается. Краснодарский край четвертый в стране по воду жилья в эксплуатацию. А поэтому растет спрос на отечественного производителя сырья. И знаете, когда вот кирпич в десантике голову бьют, у меня возникает два вопроса. Или голова такая, или кирпич такой, как бы, изрежащего качества. Ну вот здесь он поломает точно голову. А в наш кирпич точно поломает. Потому что кирпич хороший, качественный. Отечественные материалы, оборудование высокоточное. Рядом со строительными материалами представлены архитектурные проекты. Новые современные комплексы, дома, офисные здания и социальные объекты. У каждого свой стиль и архитектурное решение. Но в погоне за новыми тенденциями в строительстве кварталов и микрорайонов нельзя забывать о комфортной городской среде. Еще раз напоминает глава региона. Новые постройки должны гармонировать с обликом города и создавать единый архитектурный ансамбль. Благоустройство в Краснодаре и на других территориях. Гостиницы, Анапа. Ну, ряд высотных объектов. Мы много раз говорили о том, что где-то они нужны, где-то не нужны. Но это современная архитектура, новые технологии. Мы от современности никогда не уйдем. Современная архитектура, конечно, должна появляться. И без нее невозможно дальнейшее развитие никакого города. Но она должна быть еще большим украшением этого города. Создавать еще больше комфорт и уют для жителей. Но не превращать его в какую-то безликость или уродливость. В том числе там, где изначально уже полюбившиеся горожанам места. О том, что Краснодарский край перспективный регион для развития строительной промышленности, известный не только в нашей стране. Своего покупателя на Кубани ищут и иностранные компании. Многие уже не один год на краевом рынке и собираются дальше развивать свой бизнес. Помните, когда была встреча с немецким бизнесом? Они заверяли расширение своего производства. Отказываетесь от своих планов по расширению или уверенно говорите о том, что все-таки будете расширяться? Абсолютно уверенно. Это однозначно произойдет. Мы выращаем ассортимент продукции. Производственные мощности здесь однозначно. И в Крае, и в России вообще такие намерения инвесторов. Это принципиально важно, потому что это говорит о том, что рынок ни в коем случае не стагнирует строительный, а набирает обороты. И вот такие шаги с точки зрения расширения производства ярко этому подтверждение. Но львиная доля строительных производств все же приходится на местных производителей. В Крае делают практически все. От гвоздя до бетонных плит. Из кубанских стройматериалов можно возвести 90% жилого дома. Предприятия с каждым годом расширяют ассортимент своей продукции и полностью закрывают потребности строительного комплекса региона. О своих успехах производители рассказывают губернатору. Многие вопросы удалось решить после создания каталога промышленной продукции. А с апреля этого года на развитие предприятия можно получить деньги из регионального фонда. Развязал руки многим и краевой закон о недропользовании. По словам предпринимателей, теперь настолько проще стало проводить геологические исследования и добывать песок и гравий, что даже ищет подвох. Уж больно гладко все идет. Такого не бывает. Я смотрю, и для меня интрига. В законе заложены подводные камни, на основе которых нам через месяц-полтора по какой-то причине будут отказывать. Либо это добротный закон, который позволит нам работать. Самое главное – качество закона этого правоприменения. Если его можно применить, и правовые последствия возникнут, легальные, красивые, настоящие, тогда начали все. Это хороший закон, и он на самом деле нужен, и в первую очередь вам. Система должна работать. А закон – это показатель работающей системы, в том числе в интересах сегодня недропользователей. И это очень важно сегодня. В погоне за количеством и объемами производства также важно не забывать и о качестве материалов, напоминает губернатор. Только тогда наши строительные товары смогут по-настоящему стать конкурентоспособными. А все сегодняшние передовые разработки отрасли даже через много лет будут образцом архитектуры и строительства.